Одна из основных тем в США. Итоги второго раунда теледебатов кандидатов в президенты. Скандальные высказывания Трампа о женщинах и слухи о том, что республиканцы ищут ему замену, лишь подогрели интерес. Просмотры даже организовали в сотнях кинотеатров. В результате взаимные нападки, обвинения, еще более острая словесная дуэль с Клинтон, которая вместо прямых ответов предпочитала переводить разговор в другое русло, и ставшая вдруг знаменитой муха, которой многие американцы и отдали победу. Обо всем подробнее из США. Репортаж Анатолия Лазарева. Сразу стало понятно, что второй раунд дебатов будет жестче, чем первый. Кандидаты в президенты, выйдя на сцену, не подают друг другу руки. Более того, на республиканской трибуне неожиданно для всех появляются четыре женщины, в разное время обвинявшие Билла Клинтона в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Всем понятно, это ответ штаба Трампа на аудиозапись 11-летней давности, впервые опубликованную на днях про демократической прессы. Трамп, выражаясь крайне вульгарно, рассказывает о том, как приставал к женщинам, в том числе замужним. Дебаты кандидатов в президенты США начались с копания в грязном белье. Я не горжусь тем, что произошло. Я приношу свои извинения. Но это всего лишь то, что называют болтовнёй в раздевалке. Мне стыдно. Но когда в мире существуют ИГИЛ, террористы, казни невинных людей, неужели на этом надо заострять внимание? Но это всего лишь слова. Посмотрите на Билла Клинтона. Он мало говорил, но как много плохого сделал женщинам. Это всё не так. Но я хочу вот что сказать. Дело не только в одной опубликованной аудиоплёнке про Трампа. Он никогда не извиняется ни перед женщинами, ни перед мигрантами, ни перед мусульманами, ни перед страной. А тебе надо бы извиниться за 33 тысячи стёртых сообщений электронной почты. Если я буду избран президентом США, я поручу генеральному прокурору выделить расследование твоей деятельности в отдельное производство. Как хорошо, что человек с темпераментом Дональда Трампа не является главным по закону в нашей стране. Потому что ты бы оказалась в тюрьме. Формат второго раунда дебатов отличается от первого. Вопросы не только от ведущих, но и от зрителей в зале, а также из интернета. Из сети как раз и пришёл вопрос про последние утечки из штаба демократов в Викиликс. Из них стало известно содержание выступлений Хилари Клинтона на закрытой встрече с банкирами Уолл-стрит. Она, будучи тогда госсекретарём США, якобы сказала, что у неё во главе Госдепа есть две повестки дня – государственная и личная. Клинтон в ответ тут же обрушивается с обвинениями в адрес России. Кремль, я имею в виду Путина и российское правительство, организовала хакерские атаки, чтобы влиять на американские выборы. Наш противник лезет в наши внутренние дела, и не в пользу Клинтона, а в пользу Трампа. Почему? Надо посмотреть, что там Трамп прячет в своих налоговых декларациях, которые не хочет опубликовывать. Я не знаю Путина. У меня нет никаких связей с Россией. Было бы здорово, если бы мы вместе с Россией воевали с ИГИЛ. Я не веду бизнес с Россией, но ты всё время твердишь, что он есть, и про русскую угрозу. Но, может, на самом деле и не было никаких кибератак из России. Мы же не знаем. Продолжая тему России и международной политики, Трамп подчеркнул, что не согласен со своим кандидатом вице-президентом Айком Пенсом, который заявил, что США должны выступить против России в Сирии. Клинтон же сказала прямо «Я готова противостоять». Ситуация в Сирии – катастрофа. Ассад и Иран ведут наземную операцию. Россия бомбит с воздуха. Русские не хотят победить ИГИЛ. Им надо оставить Ассаду власти. Нам нужен рычаг давления на агрессивную и амбициозную Россию. Я готова противостоять России. Впрочем, если они готовы к сотрудничеству, такая возможность будет. Но я в любом случае хочу, чтобы они и сирийцы ответили за свои военные преступления. Она жестко говорит про Россию, но наша ядерная программа сильно отстала, а их ушла вперед. Это плохо. Наше правительство не должно было это допустить. У России современное ядерное оружие, а у нас старое и истощенное. Это плохо. Она жестко говорит про Путина и Ассада, поддерживает сирийских повстанцев. Но она даже не знает, кто эти повстанцы такие. Мы вооружали повстанцев в Ираке и Сирии. И посмотрите, к чему это привело. Стало еще хуже. Катастрофа. Все, к чему во внешней политике прикоснулась Клинтон, оказалось ошибкой и катастрофой. Завершился второй тур дебатов неожиданным вопросом. Соперников попросили назвать хоть что-нибудь, за что они уважают друг друга. Зал взорвался смехом. И это дало кандидатам столь нужную паузу, чтобы сориентироваться. Клинтон сказала, что у Трампа прекрасные дети. Трамп сказал, что Хилари настоящий боец, не сдается, хотя борется все время не за то, что надо. По окончании дебатов Трамп заявил, что дискуссия велась предвзята. Его соперницы, по его словам, ведущие дали больше времени. Но когда все выступления прослушались секундомером, выяснилось, что наоборот. Трамп в общей сложности говорил дольше Клинтон. На минуту. Оба штаба заявили о победе своего кандидата. Разные опросы общественного мнения, проведенные по горячим следам, показывают разные результаты, но победителем второго раунда чаще называют Клинтон. Впрочем, куда показательнее рейтинг самых обсуждаемых тем в интернете. Ни экономические, ни политические программы кандидатов не заинтересовали людей так, как муха, севшая на бровь Хилари Клинтон. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Екатерина Клоницка, Андрей Манко. Первый канал США.